Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Дверь, наверное, если Окно Макдональдса справа Если подъезд к Макдаку с другой стороны Здесь красиво прихерачена Выхлопная труба, которая Чидит в сторону от танка И колеса прикрыты Собственно листком брони Очень стильная тачка, очень вообще нормальная Я считаю, что чешские танкисты На ней цепляли девочек И тут у танка еще две сиськи такие Видимо, это фары Только надо, чтобы ночью поездить Выйти, вылезти из танка И открутить бронеколпачки Дабы обнажить лампочки Дальше идут такие танки Они стандартные Мне кажется, у каждой страны Кроме нашей есть что-то подобное У Франции, у Германии Вот такие квадратные танки Сделаны лесенкой И сверху какая-нибудь башня И вот это чисто американский стиль Ранний, да Раннее американское танкостроение Прилепить грыжу сверху на башню То есть Грыжеподобную командирскую башню Снарядоприемник Если танк никуда не пробивается Все стреляйте в эти шишки Вот, видите Снова такой же, точно такой же танк Это у него не огнемет Часто вот это не баллон огнемет торчит Нет, наверное, это крупнокалиберный пулемет Танк усилен трубой слева, да То есть если на него летит кто-то тараном Он должен подставлять левый бок А вот это гудочек, по-моему, чисто паровозный какой-то Ну и фару почему-то чешские конструкторы Задом наперед приделали, видите Чтобы он в темноте мог пафосно себя подсвечивать Вот она фара Чтобы грозно, так знаете Как эти дети друг друга в пионерских лагерях пугают Или когда страшную историю рассказывают Светят себе фонариком на лицо снизу Вот этот танк тоже себя фары снизу подсвечивает И типа грозный такой охуеть Разбегайтесь все ЛТВЗ-38 вышел на охоту Далее идет очередная вариация этого же танка Усиленная трубой спереди До Чехов доперло, что можно не ждать Когда вас самих протаранит в левый борт А самим бросится в Зарихватскую таранную атаку Поэтому здесь укрепленный каркас трубой Все тоже свисток Фара все так же грозно светит Ночью на танк подсвечивает Здесь еще одна фара светит вперед Чтобы они подумали, что все-таки танкисты тоже должны что-то видеть Это, видимо, антенна Чтобы она лучше ловила Идут такие проводки Вот сюда в надгусеничные вот эти вот фиговины Ну, знаете, кто в 90-е жил, те знают Эти антенны, которые тогда продавали К ним привязываешь медную проволоку Пароль алюминиевых банок Вешаешь ее на батарею И можешь смотреть не только традиционные три канала Но еще и какой-нибудь там Как же это назывался? РН, ТН, а пофигу Но все знают, что это были за каналы То есть самые крутые фильмачи крутили именно там То есть То, что сейчас показывают по ТВ3 Раньше еще попробуй поймай на свой телевизор Круто было Ну и теперь уже идут такие фирменные чешские танки Вот Шкода, да Огромный корпус какой-то Мне кажется, что Из рейсового автобуса этот танк, наверное, сделали Посмотрите, там просто людей больше, чем в маршрутку может поместиться Но экипаж 4 танкиста Какая-то башня тут типа с углами С понтовыми такими Выводящими на рикошет Здесь наклонная бронеплита присутствует Из нее торчит Как пенис, только пулемет Ровно по центру, я не знаю, надо было еще пониже его опустить И ссать на всех струей по навесной траектории Ну, в принципе, танечка похож на немецкий недотапок Чем-то вот мне напоминает Хоть убейте Далее идет Шкода Т-25 Это Т-24, Т-25 Отличается он тем, что Чешские танкисты при выстреле из пушки Бились головами об крышу башни Поэтому попросили поставить им башню побольше Видите, танк тоже самое Ну и веревки побольше им примотали Не знаю, мало ли им там нужна Плюс колхозные инструменты Дрова нарубить, гвоздь заколотить Вот И сзади такие две турбины А-ля Экзибит, да Видите, они их не стали убирать То есть увеличили башню Теперь там можно, не знаю Шахматный стол поставить Стоя стоять Танцевать народные чешские танцы Дальше идет танк под названием Конструкта Т-34 Вообще, когда читаю эти названия Такое ощущение, что я в Икею пришел Ну, это без комментариев Т-34-100 У Китая я уже играл на Т-34 У Советского Союза Естественно, игра на Т-34 И как бы не был крут этот танк Для меня он все равно будет Дешевой подделкой А вот там в советской ветке Неповторимый оригинал Аминь ТВП-ВТУ Надо было назвать ТВП-ПТУ Такое ощущение, что этот Танк на токарном ПТУ Где-то сделали Опять недотапок стайл какой-то Ну, в общем-то Традиционно Так немножко танк смотрится Квадратишь танкиш капут Чисто опять нахрен углы склонения Чехи, видимо, не могли решиться Делать углы наклона брони Или не делать все-таки Как правильно? Тут вот купюроприемник Что видно, что Что как бы намекает Что сталь для этого танка Брали путем переплавки Банкомата Из чешского банка Тут вот Лопата снова, да Грядку вырыть там Ну, опять Надо было еще плуг Короче, сюда запрячь Такие вот Гусеницы, конечно Мощные, толстяные Широченные Непропорционально Очень широкие гусеницы Мне кажется Посмотрите Какие здоровенные На Т-34 Какая борода И здесь просто От тигра От тигра Боевые гусеницы Знаете, да Что у тигра были гусеницы Транспортировочные И гусеницы боевые Да, только Да, все уже об этом знают Поэтому Вот это, видимо Боевые гусли От тигра Очень обалдеть Какие они широкие Дайте посмотрим Может на Нет, ну тут, конечно Базара нет У этой коровы-то Ой Знаете, может Не такие уж у него И широкие гусеницы Ой, батюшки Сратюшки Не, ну Относительно размеров Гусеницы у него широченные Вот Я представляю С какой скоростью Он, наверное, эти гусли По полю боя таскает Средний танк Тоже мне Мощность двигателя 700 лошадей Чешских Скорость Максимальная скорость 50 километров Ну, я не знаю Это, наверное, со снежной горы На салазках Только если я что-то не верю Что он так носится Дальше идет Шкода Т-50 Вообще, если говорить о Шкодах Как-то моя бывшая Одна из моих бывших Катала меня на одной Шкоде Катала меня Я тогда маленький был Как вы понимаете Она была из Вращенко Вот Здесь Привязано бревно Да, чтобы Вообще этот танк Похож на ИС-3 Но он при этом Средний Знаете, я вам скажу Что По-моему Компанию Хюндай На компанию Хюндай В суд подавали И за меньшее сходство С Мерседесом А здесь Ну, чисто ИС-3 Только облегченный Мне кажется У него, видите Поворотники здесь Стильные Вот Башня А-ля Черепаховый Панцирь Морда А-ля Щучий Нос Только нижний лист Не знаю, зачем Они так задрали Я представляю Сколько там брони У них в нижнем листе Она, наверное Из винтовки Мосина На вылет Простреливается Вот просто Этот танк Я не знаю Ему лопату Хоть положили Нет Лопаты На нем Я не вижу А зря Потому что Его по вот Эту вот линию Надо в землю Закапывать Потому что Иначе Он просто Я не знаю Жертва Картонная Я просто Офигеваю Мехводу Наверное Страшно держать Тут свои яички Они как раз Где-то здесь Должны находиться Но опять-таки Вот посмотрите Насколько у этого танка Гусеницы Уже Чем вот у этого монстра Ну и Пик Чешского Танкостроения Это средний танк ТВП 50 Дробь 51 Они как бы не решили 50 это или 51 Тут они решили Занизить Все-таки Сделать А-ля Заниженная Приора Они сделали Пониже Нижний лист И прирыпили ему Сюда Гусеницы Добавив Тем самым Брони Видимо Все-таки Были инциденты С отурованными Яйцами хода Простреленными В нижний лист Ну правильно Пока танк В бою не побывает Не узнаешь Где у него там Слабые места Поэтому Пулемет Какой-то чешский Они сюда везде ставят Странный В общем у него Патроник с двух сторон Какой-то Хитрожопый ствол Здесь такие Забавные Видимо Дальномеры Вот Тоже Башня Черепашь и панцирь Я так понимаю Что нет Чуть-чуть другая Другого имиджа Вообще он похож На немецкий леопард И не такой Что он и заниженный Ему просто Нижний лист Занизили А бронеплиту Более наклонили Пушка у них Я так понимаю Одна на двоих Насколько я видел Сейчас в дереве прокачки Тоже бревно присутствует Жопа абсолютно плоская Как у моей бывшей Просто вообще Даже не знаю Не за что Если танкист захочет запрыгнуть Ему же Взяться не за что Подержаться не за что За жопой этого танка Плоскожопый чех Короче На 10 левеле С пулеметиком И антенкой Ну Экипаж у меня Дон естественно На тестовом-то сервере Вот здесь мотор Видимо выпирал Мощнейший Видите Выемку сделали Вот Гоняет он Максимальная скорость 60 км в час Мощность 1000 лошадей Вес 40 тонн Не знаю 40 тонн Слушайте По мне так По размерам Он прям Ну очень коровистый Тебе наверное Мне кажется Но Может он просто тонкий Бронирование Корпуса 65 Ой бронированный Корпуса 65 Ой Ёб твою Ой Блин Да Ребята На 10 левеле С бронированием Корпуса 65 Мне кажется Таких танков Можно 8 в ряд Выстрелить И какая-нибудь ПТшка 10 левела Их насквозь Прострелить Должна Вместе То есть Вот как раз Прикиньте Вот сюда Снаряд В купюроприемник Влетает Тут в жопе Открывается крышечка Снаряд вылетает Следующий пошел И так 8 штук подряд Фокусы Ну ладно Давайте Пытаемся посмотреть Как эти машинки Ведутся В бою Господи Спаси И сохрани Ну сейчас Вы посмотрите Как играет Истинное Днище Ну Это Химмельсдорф Насколько я помню Если я еще Вообще что-то помню Надо ехать в горку Но вот проблема Это зимний Химмельсдорф А гусли у меня Летние Нешипованные Сейчас наверное Не смогу забраться Ой Кто-то играет На японском Какая прелесть Боже мой Жильберегильде Хотел сказать Видимо мой танкист Не Я тут походу Не проеду В этом заторе Жирнозадых А что такая Зарядка-то Безумно долгая А Танчик барабанный Опа Чехи тоже Барабанные танки Делали Ох Хитрожопые Какие 4 снаряда в барабане Слушайте Это шутка Лим Между прочим И хочу сказать Что 320 повреждений Но это достойный Конкурент Батчату Единственное Что он здоровый И картонный Хотя Батчат тоже Картоночко Еще там Ну хотя бы Такой приземистый И быстрый Хотя Слушайте В горку Едет 42 в горку Ой-ой-ой Да Возможно Что это Достойный Конкурент Батчату Ствол вниз Тоже хорошо Опускается Увенчик Да И картонка А как барабанный Танк Он и должен быть Картонный А вы как думали Все понятно С этим танком Слушайте Хороша машина Сейчас я конечно На ней прикурю По жесткому У кого-нибудь Но все же знают Что я рак Криворукий Клешнями Пытаюсь Тут на две кнопки Жать И панель Дамага У меня Не выведена На приборную доску И клиент У меня Не патченный И в детстве Это меня роняли И вообще О-о-о Доминируем Доминируем Пацаны Ну что ж ты Свою жопу То здесь поставил Чешскую А Чувак Я ничего не вижу Как они грамотно Встали Не-не-не-не-не-не-не Блять Ну за что меня-то Маму делал Говорит мой танкист Снова маму делал И пошел пожар Я на Г По привычке Еще дымом Хотел пульнуть В их сторону Давай Все Увози Увози Меня отсюда Увози Мою плоскую задницу Хватит с меня А теперь я пожалуй Постреляю с горочки Да и Ну его взбаним Кстати хитрожопые Смотрите-ка наши В объезд ломанулись Даже не стали всех разбирать О Промазал борщик Борщевик промазал Акела промахнулся Сейчас Что-нибудь Оо там ПТ-ха еще Внизу Здоровый немец Фашист Сейчас я попробую Ему в тылец С горы Выйти Слушайте Ну машинка Артошалаву Шалаву Артош Артош А что он написал Артошалашовка Блять Какие только вариации Не придумают Для бедной арты Так Ну что Вся надежда На меня Надо было наверное Голду зарядить Что-то Все тут по-моему На Голде сейчас играют Тестовый сервер Халява Приди Ну что Кто-нибудь вылез Борщевик Борщевик Мой любимый Мамия Ну как я говорю На среднем танке Главное маневры Маневрируйте Чуваки Маневрируйте Вот у меня Жизни на одну плюху А я маневрирую Я раньше Ведь как Маневрировал До обеда Так на турничок Залезу Раз на первый маневр Раз на второй маневр А потом К нам в часть Спир завезли Я рюмку До обеда Рюмку И ну я Герой-защитник По-любому уже Другой вопрос Что больше он Свою Ой-ой-ой СТ-шка летит Она на подъем Походу бросилась Ах ты Сволочь Окружили С двух сторон Бутербродиком Хотели меня Шпиндахорнуть Слушай Ну как и водится Wargaming В этом плане Свое дело знает Они После ввода техники Всегда топовый танк Делают таким Нагибучим Потом Потом правда Нерфить приходится Ну я не удивлен В принципе Я сильно сомневался Что они сделают так Что топовый танк Будет говнищим За уши Притянут Статул Все нормально Дамаг здоровья Тем более К вашим услугам Исторично Ничего не докажешь Поэтому Очень быстрый Очень шустренький Танк такой Ну как На уровне Пятьдесят четверки Пошустрее Пошустрее Леопарда Леоперда Что-то будет И с барабаном Тем более А барабанные танки В этой игре Особенно любимые Народом Мне кажется То есть На барабанные танки Есть спрос Всегда В клановых В войнах В режимах Этих Новомодных Да Которые наводили Там тоже Ну я уже говорил Три барабанщика Надо брать Только тогда Там тащить можно И вот вам теперь Четвертый барабанщик На выбор появился Бам-бам Ну конечно Их разрывают Я не знаю Мне кажется Что в лобовую броню В корпус Можно Прямо Фугасом Долбосить Эти танки Они будут нормально Пробиваться С полным дамагом Естественно С пробитием Но Это 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 Не чех Это Это немец Лопнул Бомбануло Чех Вот он Стоит Дымит Но вообще Эй Не висни Не висни Вообще Конечно Приколюшечка Сколько я там На нем Надолбосил Ну 2466 Я напулял Но я вначале Лихо подслился С непривычки Правда Но все равно В троечке По дамагу Есть люди Которые вон Которым не повезло Еще больше В принципе Слушайте Ну танк Годнота Конечно На самом деле Вот по сравнению С японцем Бля С который я даже Не стал докачивать Потому что это просто Япона мать А не танк Этот Ну несмотря что он Девятого Но там и десятка Говорят не лучше Чех В принципе Топовый Вообще Внезапно Я был скептически Настроен Я честно ожидал Что я зайду Сейчас его И обкакуньку О сейчас 007 начнут показывать Тот вот С Шоном Коннери Вот Я думал Что обкакуньку Но слушайте Он так быстро летает И он барабанный И это крутизна Сколько у него там Зарядка Время Время сведения 2.1 Разброс Время перезарядки Одного снаряда Полторы секунды Вот так вот 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 в чем нагиб Полторы секунды А у Батчата А у Батчата Больше двух 2.7 То есть вы врубаетесь Насколько Чех Быстрее Батчата Раздает свой барабан Это просто жесть Да Машина зверь Потом понерфит Качайте Пока Пока не нерфанули Ну что теперь На Шкоде На Шкоде Т-50 что ли Катануть А подождите Какой Я так прифигел С его скорости разрядки Что на зарядку забыл Посмотрите Смотрите Время полной Перезарядки барабана 25 секунд Господи Это безумство Какое-то Я просто помню Что у Батчата Там Сейчас я скажу По памяти Там что-то было 39-40 40 секунд Короче по-моему Что-то там было такое 40 секунд Ровно Хотя раньше По-моему Ровно не было А у Хэвика У Хэвика Тоже 25 секунд То есть Вот этот вот Чешский Шкоденок Хотел сказать Но это не Шкоденок ТВП Он заряжается Как Хэвик Гоняет Как Батчат Картонный Как Батчат Здоровье у него Тоже Как по-моему У Батчата Получается Да Точно Один в один Только Батчат Правда Ну 25 тонн Весит У него и двигло Послабее То есть Это 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 Средний Хэвик Средний по весу Хэвик Картонщина Но быстрая Быстрая зарядка Дамага 320 за снаряд Да Сколько тут У Батчата 390 Ну Батчат Подомажней Ну Блин А что Хотели Чтобы Батчат Вообще Все побросали Что-ли Должен Батчат В чем-то Отличаться Да Ну Чех Конечно Теперь Я не знаю Тот еще Задан Надиратель Ну Из-за того Что время Поздно Кинуло В какой-то Корявый Бой У врагов Девяток Меньше Какие-то Семерки Зато у них Есть В общем-то Ладно Я Все равно Не нагибать Танк Смотреть Сюда Явился Значит Этот танк Он Тоже В топовой Комплектации То есть С топовой Башней И с топовой Пушкой Он тоже Барабанный При этом Динамика Поворота У него Сразу видно Что не очень Разгон Тоже у него Не очень Но все-таки Он скорость Набирает Но очень медленно И 50 км То есть Он такой Я бы не сказал Что он прям Средний На девятом Левеле Есть средние Танки Поскоростнее А он скорее Похож на Не знаю Ранний Тяжелый Ну Видно Что Танк Так сильно Похожий На ИС-3 Не может быть Гоночным УВН Тоже у него Нормально Присутствует Более-менее По самолету Тоже можно Выстрелить Если что Да Он такой Он не динамичный Но На броню Надеется Да Какая тут Броня Вон пожалуйста Вон броня Минус Причем Это Зашипело Так Что как бы Намекает С вводом Голды Я вообще В этой игре Про броню Забыл Так что Задний фонарь Там вдруг Сзади кто Подкрадется Надо Ослепить Задней фарой Три снаряда В барабане Между выстрелами Секунда 80 Времени В общем то Тоже Какая Хорошая скорость Разрядки У чехов Да Заметь Перезарядка Полного барабана Больше 20 секунд Три снаряда Больше 20 секунд Заряжается У Фоча Три снаряда Конечно Заряжаются Подольше Но там Извините И дамаг Поболе Причем в разы Ну что Попробовать башни Что ли Потанковать Может У него башня Офиганная Так Один сдриснул Один остался Ну все Все понятно 360 За выстрел Разрежанто И собственно Сливанто Ну это танк Восьмого левела Был у него шансов Още то не было Но в принципе Против барабанщика У танка С такой зарядкой У него шансов Так немного Если его одного Кидают Хотя Смотря сколько Этот барабанщик Будет заряжаться После того Как не сможет Его полностью Разобрать Какие то Патронники Для пулемета Поразвешены Это я не знаю Только С запасом С таким Видно что Пулемет Тут не для красоты Рассчитан Именно Именно Вести Какой то Яростный Огонь Ну Арту Их разбирать В общем то Не очень Интересно Я бы Я бы уже Ехал в город Но боюсь Что она Мне в борт Накидает Куда Кстати Пришлись Попадания Не видно Вот Черкаш От рикошета Есть На маске Орудия Ну и В общем то Больше Никаких Отметин К сожалению Не осталось Подставишь Только Мой нижний Лист Посмотреть Будет ли Мехводы Критовать Там Каждым Выстрелом Там Режут Арту Обнаружил Кого я Обнаружил Смотрите Они еще Нас И дрюкнули Вот так Вот Девяток Меньше Скилла Больше Ой да Ну Найхер Кому еще Ипотехи Заряжусь Как тут Показать Что я Перезаряжаюсь Надо Вон Тех Красавчиков Перехватить Которые К базе Едут А Их И так Перехватывают Лишь бы На ПТх На ПТх Ствол Не лезть И Куда Выстрелил О Семен Из Нефтьюганска Передает Пример Ангару Привет Ангару И Никито Скин Руту Даже Опа 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 Заднюю 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 Чешскую Заднюю Боже Нет Чехи Жмите Блядь Крути Педали Чех Крути Есть Выкрутил А рта У них До сих пор Жива Вот это Поворот Это кто Что Марту Так Резать Поехал В принципе Как по мне Честно Признаюсь Что Любые Танки В этой Игре В смысле Любые Барабанные Танки В этой Игре Мне лично Интересны Да С тех пор Как барабанные Танки Здесь Появились На самом деле Это Просто Второе Дыхание Пришло В World of Tanks Как только я Выкачал себе Первый АМХ 50-100 Потом Лорик То есть И начал С барабанами Просто божить До чего У меня Стиль игры Был подходящий Подходящий Под барабаны То есть Доминировать Подъезжать Разбирать Выкатываться Вываливаться Накидывать Дамаг То есть Мне это Настолько Все понравилось Что я Хоть и не играю Теперь на постоянку Но Одобряю Увеличение Барабанного Контингента То есть Теперь у людей Более Больше Теперь разнообразия Барабанного Что ли Как-то сказать Есть из чего Выбрать Ну а вот эти Собственно Танки Я так понимаю Что они Так Не доисследовал Что-то У этого танка Мне интересно Сейчас Какого уровня Здесь Барабаны Это хоть начинаются Ага Здесь Вот этот ствол Он как бы В стороне От линейки Развития Что меня Всегда бесило Просто нереально Пипец как бесило То есть На этот танк Можно Постравить Вроде пушку И получше Но она Сука Придется потратить Опыта и денежек Немножко Причем Не немножко А очень дохерашечки Вот здесь На две ненужные Пушки практически Согласитесь Это Бесит Да Настоящее Моромойство Во мне Сразу Еврей Просыпается Которому Жалко Все У этого Танка Уже Не барабан А значит Мне он Лично Не так Интересен Скорострельность 5.45 Ну Кстати Достойно Скорострельность И пушка Так опять На рыцарскую Пику Похоже Экипаж Аж 5 Человека Не умудрились Как-то Распихать По этому Танку Какого Года Хоть танк Написано Что у них До сих пор Радист Тут сидит Нет Не написано Свободник Это имя Тут два Свободника Даже у меня Ездит И два Десант Десантник А это Должности Ёпта Свободник Это должность То есть Он вольно Вольнослужащий В этом танке Зайчик Иван Зайчик Иван Казимир Покорный Давид Розабек Эрик Кованда Фердинанд Лоцкий Какие Сука Смесь Немцев С русскими Как будто В этом танке Там болтается Лишь бы Сука Драку Не устроили Эх Опять Неполные Составы Команды Еще и Вазелиновка Вот Помню Было Время Лет 6 Назад Когда На закрытом Бета-тесте Здесь Команды Воевали Да Прямо В поле Да Прямо В середине Карты Чтобы Быстрее Сдохнуть Да На нормальную Карту Играть Пойти В Карелию Какую-нибудь Или Химочки Ну или На Прохоровку Незабведную Малиновку Как-то Люди Сразу Не Взлюбили Если Честно Но Годы Идут Малиновка Не Меняется Даже Что-то Здесь Спецэффекты В начале Боя Не Включились То есть Я Видел Что Сейчас Уже Какой-то Обстрел Идет Этого Поля Перед Боем Пока Часы Тикают Часы Этого Чем-то Нет Ну Этот Танк Вообще Пиздец Просто Как Трактор Еле Едет Пердит Что-то Из своего Довольно Странного Глушителя Когда Из двух Глушаков У них Одна Общая Труба Посередине То есть Чисто Пердобак То есть Это Прямо Очко Пукана Я не знаю И дымится Еще до кучи Заранее Видно Что у танкистов Подгорает Там Я уже Говорил Что Экипаж Смешанный Русские И немцы Вот У них Там Пердаки Горят Походу У всех Вот Ну Видите Что Ехать Приходится В гору Естественно Средний Танк О У нас Минус Один Нормально Понеслась Но В гору Танк Вообще Скисает То есть Довольно Слабые У чехов Движки На средних Танках Стоят По соотношению Лошадей На массу Вот Десятого Левела Чех Он быстро Носится Вот он Сразу В горку Быстро Забрался С горки Быстро Сдриснул А этот Сука Че-то Прется Ну Я говорил Это Вот это Бигфут Да Джордж Большая Гусеница Вот он Ох Едем Жесть Конечно Еще он И не барабанный Но Мне интересно Обычно В картохе Были всегда Только топовые Танки Да Потому что Здесь стата Устроена Таким образом Что если Ты играешь Не на топовой Технике То урон В принципе У тебя Общие пады Это не растет Я как-то Все время Играл Нет Я вернее Не так Я играл Прокачивал Десятки На десятках Пару боев После чего Мне ветка Резко Надоедала Значит Мой Союзник Решил Меня не ждать Решил Слиться В одиночку Тоже Наверное Срочно Вообще Даже По ним Не стреляет Вот Красавец Ну что Добейте Его Что Ой Почему Не попал Чешская Озвучка Уже Присутствует Кстати У экипажа Бум В ответочку Снаряд Полетели Так Надо В тыльца Зайти Походу Ага Зашел Знаете Тоже Обалде Лампочка У меня В экипаже Не вкачана Команда Не едет А стоит Можно разворачиваться Ехать обратно Отлично Отлично Съездил Спасибо Моему Вот этому Напарнику Мощный Вообще Игрок Вообще Мощнейший Хоть что-то Не меняется Надеюсь У меня там Ничего Не высовывается Хоть Как у Увы Эну Этого Танка Ну видно Что у него Пушка Такая Мощная Прям Непропорциональная Как у Какой-нибудь Пантеры Второй Не знаю ЛТБ Японская Что-ли Колесница Ссыкую Долго На виду Стоять Сводиться О Кого Я вижу Василий Один Никак Никак Ко мне В тыл Едешь Давай Такое ощущение Что по нему Свои же Бахнули Ку-ку Ну не знаю По-моему Я и больше Видел Такой Будет Довольно Средненький Танк Второй Линии Если не дальше А лучше Вообще Там где ПТшки Стоят Там рядом С ними Поход Должен Танк Стоять Судя 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 По его Скорости Бронированию Там Ему Самое Место Так что Маскировочная Сеть Экипаж На маскировку И стоим Я думаю Что Там Ему Самое Место То есть Такая Уныленькая Будет Машина Это Наверное Один из Тех Танков Который Кактус По дороге К Вишенке А Вишенка Тут Это Чех Наверное Десятый Барабанный Сейчас Я на нем Еще раз Скатаюсь Надо только Сначала Слиться На этом Ведре Ничего Где он Там Странно Тут всегда Маркер Ярко Горит Просто Я привык Что в армате Он горит Ярко Когда Враг У тебя На прямой Наводке А когда Не на прямой Но обнаружен Он горит Бледно Привычка Вот тут Туман По краям Сделали Все Работают Над декорациями Молодцы Не унывают Ой да Ладно Пожалуй Я сольюсь Что-то Мамма миа Говорит Мой Наводчик Ну что От башни Танковать Реально На этом Танке Нереально Думаю Что у него Башня Говно А предыдущий танк Как мы помним С такой же точно Башней В смысле С башней Поменьше Но я думаю Что брони В ней тоже Поменьше Ну или столько Ж Ой да Не Зарядка Таран Вот Вот лох Я бы Я бы на его месте Тормознул Когда у врага Мало Хелсов Не стесняйтесь Добивать их Тараном Совет вам От дедушки Даже если Таранчик у вас Не вкачан Все равно Так Ну он был Не жилец Он уже приехал Под наши стволы Так или иначе Так долго сводился А выстрел Как сука Из рогатки Офигевая Порывы ветра Порывы ветра Сносят снаряд 300 метров Не пролететь снаряду Надо поправку Наверное делать Так что-то Деревья не колышут Так Где Не знаю Где КВХ Вторая стоит Фугасом Если она по мне Вдолбанет Наверное Схерачит сразу Ну Т-60 Т-26 Наверное Башни пытается Танковать Хотя почему Наверное Ну ПТ-хан Наша внизу Я надеюсь Не дремлет Как бы Поможет Чем-нибудь Да Да мне Какая разница В принципе Этот бой По моим меркам Затянулся Пора Сливаться Ах Он уже Там А 26 Ты куда Делся Под воду Что-то спрятался Эй А он Он уже Где Сука Шустрый Ты посмотри Блин Ах 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 Из-за нас Еще Эшти Но 4 А Но 6 Какой-то Я по силуэту Чисто тигр Наверное Это японский Тигр Все Не могу Больше Ждать Не доел Малиновка Вгоняет Меня В унылость Бум Блин Ну только Не арта Нет Я от арты Уже достаточно Сдох В этой игре Да У него Увент Получше Здесь Что-то Увент Неожиданно Какой-то Галимый Добре Побже Что-то Там Жб Женима Он Спас Естественно Он раньше Перезарядился Да Здесь Конечно Для среднего Танка И перезарядка Говно Поэтому Это танк Ну реально Где-нибудь В заднице Стоять Там Сзади Так себе Машинка Да Японский Тигр Тот Он так Нарисован Вот Фишка Фишка Картошки Это вводить Одни и те же Танки На разные Ветки Типа Модификации Там же Модификации Вон Т-34 Уже есть У Китая У Чехов Тигр У немцев У японцев То есть Облегчают Себе Немножко Вот Техника Когда Какого-то Танка На какой-то Левел Не хватает Они Вводят Его Модификацию Ну что Конкретный Контрольный Вернее Контрольный Конкретный Заезд На Чешском Барабанщике Кстати Я смотрю Что на Тесте Здесь Они Спросом То не Пользуются Хотя Я ожидал Что На новинке Как раз Будет играть Большинство Но Я вижу Что У нас В команде Только Я На нем У них В команде Только Двое Таких Так что Под вопросом Еще Будут ли Люди Променивать Проверенный Временем Бетчатик На Непроверенного Временем Чеха Хотя При том Что Мне кажется Что Свойства По засветке У них Так вообще Одинаковые Ну По динамике Чех Все-таки Проигрывает Бетчату Да Но Чех Огрызается Чаще И В принципе Ненамного Чуть Менее Больнее Спорно В общем Спорно Я не знаю Как там будет Противостояние Чеха И Бетчата Но я думаю Что глобалка Покажет Как она у вас Тут сложится Мне так Побарабався По большому счету Ну Башни Тонканул Смотрите Непонятно Почему Я сейчас Не А ну Центурион Хрен Куда я ему Попал Хрен поймешь Так 50б Высоваться Не хочешь Наш Наши Наш Наши Как я Иногда Заикаюсь Надеюсь Я не заикаюсь Заговариваюсь Вот так вот Наш 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 Решили Занять Следующий Следующее русло Этого озера Следующий приток Блин Я не знаю Они там Короче Все стоят Походу Только сейчас Сюда подтянулись Тяжеловесики Герой Геройски Перевалились Два наших Танка Под мост Одного Уже Нет У второго Скоро Не будет Я так понимаю А с двух сторон Решили подзажать А я разберу Чеха Ой Какая Скорострельность У него Мама дорогая Вот это он Вообще Просто Залупает Просто Высунулся Реально У него Сколько там 6 секунд Барабан Разряжен Улетел Меньше Даже Смотрите Первый Патрон Уже Заряжен Полторы 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 Четыре с половиной Секунды И все И нету Чеха Чех разрядился И ушел Просто Обосраться Вот это да Интересно На ДПМ Пересчитать его Дамаг Там наверное Вообще Что-то Бешеная Цифра Какая-нибудь Будет Но в динамике В общем-то По разгону Он проигрывает Даже 62 Не то Чтобы Чату Пытается На ходу Что-ли Стрелять Высоты Танку Не хватает Какого ВН Чтобы Покидать За вагон Не стесняемся Перезаряжаемся Благо Быстренько Это Дело Происходит Ну что ПТ Будем Забирать Господа Барабанные И Не Барабанные О 52 Ой Ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё Ты зря туда Высунул Своё жало Комарина Кто это Его с пробега Снял ТВП 50-51 Ну ему кто-то Помог Там плюхой Такой Нормальный Хэви Куда-то Разряжается Да-да-да Е-3 Пацаны Мы отсюда Будем пробивать Знаете Неделю Я думаю Можно по нему Отсюда Стрелять И не пробить Ни разу Я думаю Он там Башню Высунул Танкует От башни Сейчас Ну что Вы там Что-нибудь Сняли Ничего Не сняли Кто Б мог Подумать Вот Ягдпанзер Е100 Но это Тот Еще Холодильник Вот его Разбирать Просто Надо Ой-ой-ой Ниха Ой Какой Бесстрашный Чувак На нем Ездит Сейчас Чешский Криворукий Танкист Пристреляется Ой Слушайте Ребята А как Крысить На этом Танке Будет Просто Карамельно Не шоколадно Карамельно Блин Он Он Вообще С такой Перезарядкой То есть Три плюхи Дал Четвертую Зажилил Постоял Подождал И добил То есть Перезарядка Позволяет Крысить Просто идеально Это будет Крыса Номер один В этой игре Хотите Поднимать Крысингом Стату Качайте Чеха Так Ну этому С того берега Сейчас помогут Конечно Но я думаю Что мы вдвоем Можем успеть Тем более С такой Скорострельностью Надо Это Надо дерзить Вот видите Как сейчас Получилось Крыс Крыс Даже с моей Криворукостью Да Я В других Проектах Играю И Уже адаптировался К тамошнему Геймплею Да И даже С этим Совсем Все равно Мудряюсь Что-то на этом Танке Накидывать Значит Что машина Хороша Более Скилованный Пацан Который Обязательно Найдется Будет На этой Машине Гнуть Очень Люто Будет Гнуть Ну Скорость Разрядки Просто Вообще Феноменальна Я не говорю Что Чех Новый Барабанный Нагибатор Я говорю Что он Хорош Ему Придумали Скорость Разрядки Чтобы он Как-то Отличался От остальных Барабанщиков И она Своё Дело Делает Джедайский луч Арта Арта Прицелилась Чтобы ликвидировать Наш завод В случае Если Немцы Войдут В город Я просто Не знаю Нахрена Он стоит В стену Смотрит А наши Там Давят Базу Похер Веники Нас Не волнует Там Захваты Ваши Всякие Ну Всё Остается Вылезти И слиться В честном Поединке Т49 Можно Ещё Забрать Наверное Ой Набиваем Дамаг Как Заядлый Статист Ещё Разом Да Сучка Эй Да Чёрт Не на ту кнопку Ремонта Жму Привык Что у меня Ремка На шестёрке Стоит Жму На шестёрку А у меня На пятёрка Ну Похрену В принципе Дамага Я успел Накидосить На этом Танчике Слушайте По-моему Машина Прикольная С другой Стороны Что Ветка Всё-таки Чешская Да И что Как бы Намекает Что по пути К этому Танку Вам Кактусов Нажраться Придётся Походу И немало Прям Ам-нам-нам Сколько Иголки Блин Иголками Срать Замучитесь Походу Пока вы Дойдёте От этого Танка Я Вангую Просто Я на всех Потому что Ну Объективно Допустим Когда англичан Ввели Там тоже Одни Кактусы Были Как и у Японии Но у Японии Ещё и Топа Достойного Нету Танки По дороге Эти Кактусы И в топе Кактусы На мой взгляд Да Как и Собственно И Леопард Тоже Если есть Е50М То зачем Леопард Ну чуть более Подинамичнее О Они ещё и Провафлили Ёб твою Ой бля Ой бля Это капец Похрену На тестовом то простительно Хоть и омерзительно Но чё Чё я там накидал то 3 800 Ну нормально Для отсутствия Для Учитывая С какими перерывами Я сюда захожу Ну в общем Вот таких чехов Вела картошка Большинство конечно Моих подписчиков В картоху не играет Ну просто для общей инфы Что вот такие вот В Чехии были танки Всё Надеюсь Вы над чем-нибудь поржали Чего-нибудь Из этого видео Полезного усвоили Всё Пишите Жмите Адьёс